Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, я эксперт в области продвижения MLM. И сегодня такая тема, которая волнует обязательно каждого человека, который приходит в MLM бизнес. Каким же образом можно рекрутировать? И какие есть способы, с помощью которых ты можешь эффективно и качественно, а главное, для того, чтобы у тебя был результат, рекрутировать в MLM бизнес. Прошу заметить, что мы разберем именно современные методы рекрутинга в MLM. Итак, самый первый метод, это метод, который называется социальные сети. Все очень просто, это всем известно, я о них говорить много не буду, но только перечислю три самые современные и самые работающие соцсети. Это, конечно же, Instagram, ВКонтакте, Facebook. Еще очень многие пользуются соцсетью Одноклассники. Что я хочу о них сказать? Ну, Instagram, конечно же, сейчас очень популярен, поэтому я все-таки советую вам делать упор именно на эту соцсеть. Хотя, вы знаете, есть люди, обожающие только ВКонтакте или только Facebook. Поэтому вам нужно быть везде, настроить свои аккаунты идеально, чтобы вы, во-первых, были, видимо, как профессионал в своей области. Второе, чтобы это было красиво, чтобы человек заходил, и вместо того, чтобы почитать глянцевый журнал, зашел почитать вашу соцсеть. И, пожалуйста, используйте абсолютно все методы, которые дает вам современная соцсеть. Не упускайте ни одного из них, потому что вы никогда не знаете, откуда именно, из какого метода придет к вам ваш ключевой партнер. А второй метод – это мессенджеры. Ну, конечно же, я буду говорить о Telegram. Telegram – это то, что взорвало современный мир, то, что работает очень круто. Это то, где можно делать разные прикольные вещички. Например, чтобы вам на каждого вашего партнера не тратить время, которое драгоценно, но чтобы качественно объяснить ему какую-то информацию, существуют чат-боты. Чат-боты – это ваши помощники, которые делают большую часть технической работы за вас. Они могут рассказать о бизнесе, о каком-то разделе, о продукции, о чем угодно, и сделают это за вас. То есть вы можете вместо того, чтобы тратить на каждого человека, рассказывая одно и то же, кучу времени, вместо этого вы просто делаете одну работу на десятерых людей. И помощник в этом является как раз-таки Telegram-бот. Также есть очень классная тема – Telegram-канал. Telegram-канал очень хорошо подогревает вашу аудиторию. То есть это канал, на котором вы можете выкладывать все полезняшки, которые вы даете людям, вашей целевой аудитории, естественно. На тему целевая аудитория у меня есть, кстати, очень классное видео. Поищите на моем YouTube-канале. Итак, целевая аудитория очень важна, и поэтому на вашем Telegram-канале вы будете выкладывать именно те темы, которые интересны вашей целевой аудитории. Если даже человек еще не с вами в бизнесе, но он видит, что вы эксперт, а в той компании, например, в которой он сейчас экспертов маловато, как по его мнению, он всегда может прийти к вам, так как вы будете его подогревать своей экспертностью и нужными знаниями. И, кстати, читабельность Telegram-каналов, то есть вариант того, что он откроет именно ваше сообщение, будет открывать его каждый день – 99% по сравнению с другими соцсетями и различными мессенджерами. Так что используйте эту возможность тоже. Третье – контент-маркетинг. Он делится на две категории – то, что можно прочитать и то, что можно увидеть. То есть то, что можно прочитать – это что? Это статьи, это какие-то посты, то, что вы пишете человеку, печатаете и так далее. И видео. Видеомаркетинг – он тоже очень-очень важен. Хочу отдельно выделить такую тему, как видеомаркетинг. Она очень важна. Итак, что же к ней относится? Ну, это, естественно, различные видео, вебинары. IGTV – это новая классная функция в Instagram. Обязательно пользуйся ею, изучи ее, и ты получишь результат. Сторис и, конечно же, прямые эфиры. Почему так важны эти моменты? Потому что человек идет на человека, не забываем об этом. И, конечно, если человек увидит именно тебя, он прочувствует твою энергетику, он услышит тебя, как ты разговариваешь, как ты ведешь себя. Если вы с ним сойдетесь, войдете в коннект, в хорошем смысле этого слова, то он выберет тебя из миллиона других. Я скажу, что видеомаркетинг в моей ситуации помогал мне стать топ-лидером номер один в моей компании. Именно потому, что я не забывала снимать видео, прямые эфиры, ливы. Я показывала свою жизнь, и человек влюблялся в меня, ну, как в человека, я имею в виду. Ну, может, кто-то, как и в женщину, неважно. Самое главное, что это самый-самый рабочий твой инструмент. Используй его, пожалуйста. Используй его каждый день и несколько раз в день. И тогда ты будешь специалистом, профессионалом, и люди к тебе потянутся. Следующий, пятый момент – это онлайн-мероприятие. Что сюда входит? Это различные марафоны, это различные квесты. Вы можете проводить мастер-классы на тему бизнеса, вообще на любую тему. Это касательно вообще любого бизнеса, совершенно любого. Если вы специалист по продукции какой-либо, то можете показывать мастер-классы на вашей продукции, все это записывать на видео, или проводить прямые эфиры, или делать коротенькие ливы всячески. Вот это все очень хорошо работает, потому что, опять же, люди видят, что вы эксперт. Ну, и очень классно проводить живые консультации, когда вы можете человеку рассказать о своей экспертности, и показать ему какие-то моменты, ответить на все его вопросы. Это может быть как групповая консультация, которая, опять же, может происходить в прямом эфире, или провести на эту тему вебинар, или индивидуальная консультация. Ну, и, конечно же, никто не отменял живое общение. Поэтому шестым пунктом я, конечно, назову оффлайн-мероприятие. Ты специалист, и ты хочешь показать свою экспертность не только через проекцию телефона или компьютера, но очень важно встречаться с людьми, делиться своей энергетикой, обняться, пожать друг другу руки, дотронуться до человека, посмотреть ему в глаза, и пообщаться один на один, или же со своей командой. Поэтому оффлайн-мероприятие – это то, что приносят миллионы, приносят хорошие деньги и приносят тебе результат в твоем бизнесе. Поэтому, во-первых, очень классно, если ты будешь проводить выступления, то есть собирать публику и рассказывать им, опять же, о своей экспертности, обучать их чему-то. Это очень классно и очень полезно. Люди будут тебе благодарны. Если ты женщина, ты любишь тусоваться, можно делать классные вечеринки. Если твой продукт, например, косметика или парфюмерия, можно делать какие-то арома-встречи, пати в саунах, в ресторанах и все подобное. То есть нужно просто сделать так, чтобы людям это нравилось, и ты нравился как эксперт, и ты мог рассказать очень много хороших вещей. Рандеву. Обязательно нужно проводить рандеву, потому что есть живые люди, которые хотят с тобой встретиться, и ты сможешь передать свою экспертность именно тет-а-тет. Один на один за чашечкой кофе, снять сториз, рассказать о том, как ты встречаешься со своими партнерами. Для мамочек очень классно встречаться с детками, идти в детскую комнату или в парк гулять, и общаться по бизнесу, но не только по бизнесу. Потому что все это должно быть творчески, это не должно быть рутинной работой. Бизнес должен приносить тебе все-таки радость, счастье и вдохновение. Поэтому используй абсолютно любой момент выйти из дома, чтобы помочь своему бизнесу развиваться. Если у тебя круто настроен контент-план, то есть ты уверен, что ты показываешь свою экспертность, что твои фотографии действительно привлекательны, что ты можешь ждать много полезного своей целевой аудитории, то я очень советую настроить тебе такой пункт, как конкурсы, или по-другому их называют giveaway, когда ты даришь что-то другим людям. Это очень хорошо сейчас работает, и это позволяет привести большое количество подписчиков на твою страничку. Конечно, это не означает, что все они твоя целевая аудитория. Но ты должен подумать и посмотреть, все-таки каким образом и что интересно побольше части твоей целевой аудитории. И все-таки большая часть из них придет тех людей, которые тебя интересуют в твоем бизнесе. Еще один классный метод под номером 8 – это таргетинговая реклама. Если предыдущий метод, он привлекал на вашу страничку, все-таки не совсем вашу целевую аудиторию, то таргетинговая реклама настраивается конкретно на вашу целевую аудиторию, то есть на тех людей, которые вам интересны. Эта реклама может быть настроена на какой-то пост, который будет рекламироваться в сторис или в новостной ленте. Человек будет видеть и приходить. Естественно, она платная, но дает тоже очень классные результаты. Разберитесь в этом, пожалуйста. Очень хорошо работает такой метод, как сайты-воронки. Он работал всегда, работает и сейчас. Это то, что обязательно нужно иметь в своем арсенале. Вы выставляете его абсолютно во всех ваших соцсетях и можете дать на него рекламу. И тогда человек приходит, оставляет заявочку. Заявочку обрабатываете или лично вы, или ваши помощники, или ваши помощники, такие как боты. И все. И человек приходит к вам в команду. И последний способ – это имейл-маркетинг. Он работает уже очень давно, и многие спорят, стоит ли его сейчас использовать или нет. Ведь есть более популярные методики, такие как чат-боты, телеграм-каналы и так далее и тому подобное. Но я рекомендую и этот способ попробовать, если у вас есть на это время и желание. Почему? Потому что это, опять же, классный способ подогревания человека. У многих нет телеграм, но у них есть, например, почтовый ящик. Они видят каждый день по новому письму. И если заголовок письма его чем-то где-то зацепил, затронул его болевую точку на данный момент, есть шанс, что он его откроет, прочитает вашу информацию, дальше вы его перекинете туда, куда вам нужно. Он, опять же, заинтересуется. То есть вы вовлечете человека, и есть огромный шанс, что он станет вашим потенциальным партнером. Поэтому и этот метод постарайтесь использовать. Итак, я рассказала вам о 10 самых популярных современных методах, которые использую лично я. Какие из них использовать, решать только тебе. Но я прошу учесть, что из 100 способов только 20 срабатывает. Есть такая статистика. Поэтому постарайся использовать все, что угодно. Но еще одна моя рекомендация. Не распыляйся на все 10 методов, если ты чувствуешь, что ни там, ни там ты не сделаешь это качественно. Начни изучать постепенно. Возьми, например, 3 метода, которые не сильно пересекаются. И равномерно распределяй их в течение своего дня. Постепенно увеличивая и другие методики, охвачивая и другие методики. И тогда у тебя будет все класс, и люди пойдут к тебе. Ребят, если вам понравилось мое видео, если оно было для вас полезным, то, пожалуйста, не будьте жадинами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите, когда колокольчик прозвенит и позволит вас посмотреть мое следующее видео. Ну и, конечно же, если у вас появляются вопросы, угрозы, комментарии, все что угодно, пишите это под моим видео. Я обязательно отреагирую. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok